Вооруженные силы Российской Федерации Российской Федерации Специальные военные операции уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 798 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплексов, 2983 танка и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2796 единиц специальной военной автомобильной техники. Отмечу, что в районе острова Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны сегодня днём был уничтожен ещё один украинский беспилотный летательный аппарат Барактар ТБ-2. Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них 9 ударных Барактар ТБ-2. Все беспилотные аппараты были задействованы, провалившиеся пиар-акции киевского режима по захвату в канун 9 мая праздника победы в Великой Отечественной войне острова Змеин. Кроме того, сегодня российскими военнослужащими на берегу были обнаружены ещё три прибитых с моря тела украинских диверсантов. Сейчас на Змеином в результате провала операции Киева остаётся 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. Всего же, в ходе бессмысленной, с военной точки зрения, попытки захвата острова, киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Уничтожены 10 вертолётов в воздушных селах Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолёта Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт поддержки Ми-24. Кроме того, задействованные в операции ещё 6 вертолётов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населённого пункта Арциз Одесской области. Также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. Таким образом, данная маянтюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная операция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений вооружённых сил Украины. Потери четырёх самолётов, десяти вертолётов, трёх катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов. Продолжение следует...